Всем привет, с вами Александр Котин. Сегодня среда и в рубрике «Открытый микрофон» на канале Амаркетс будет мой обзор. Для начала я хотел бы ответить на один очень интересный вопрос. Сначала зачитаю вопрос, не отвечу, а потом мы с вами перейдем к моему обычному обзору. Итак, Александр, добрый день. Дочитываю третью книгу «Белла Вильямс. Торговый хаос». В ней есть раздел «Часто задаваемые вопросы». Одним из вопросов заданных автору был следующий. Есть ли у вас какая-нибудь формула на сделку, риск на сделку? Применяется ли она вообще в торговле вашего типа? На что автор отвечает, нет у нас такого нет. Одно из наших главных правил – никогда не использовать более половины суммы счета. Если вы размещаете защиту, основываясь на процентном убытке, значит вы торгуете на рынке. Вы не торгуете на рынке, вы торгуете своим бумажником или банковским счетом, что никакого отношения к рынкам не имеет ровно к тому, что на них происходит. Как это понять? Если все и всегда, в том числе вы, говорят, то без защитных стопов торговать нельзя, причем он рассчитывается в проценте депозита. У вас, например, 0,2. Заранее благодарю за ответ. Спасибо, Екатерина, за вопрос. Я обязательно на него сейчас отвечу. Во-первых, Билл Вильямс был человеком, который не стеснялся громких выражений и таких вот сильных высказываний. Давайте говорить вот о чем. Во-первых, когда мы говорим о том, что мы не используем половины суммы счета, это не в одной сделке. Это в портфеле из сделок, распределенных по нескольким активам, по нескольким торговым инструментам. Ни один человек в здравом уме и при памяти не будет рисковать в одной сделке половины счета. И тем более не будет торговать без стопов. Я обучался у дочери Билла Вильямса, и она, естественно, использует стопы. И надо понимать, что там есть вторая часть ответа, которую я сейчас также прокомментирую. Для каждого человека подходят разные риски. Это тоже надо учитывать. Если вы размещаете защиту, основываясь на процентном убытке, ну что значит на процентном убытке? Вы можете рассчитывать не в процентах, ну окей, вы можете рассчитывать в деньгах. То есть, допустим, у вас есть там 10 тысяч долларов, ну сколько вы будете на одну сделку риск? 100 долларов, 200 долларов. Это зависит от вашего риск-профиля, насколько вы, скажем так, склонны к риску. А то, что вы торгуете своим бумажником или банковским счетом, ну вы знаете, это зависит же не от того, как вы рассчитываете риск. Это зависит от того, как вы торгуете. И насколько вы прокачали свои навыки в трейдинге для того, чтобы находить точки с низким риском и высоким потенциалом. Билл Вильямс говорил, что нам необходимо находить ситуации с высоким потенциалом и оставаться в стороне от ситуации с низким потенциалом. Поэтому давайте я зачитаю все-таки вторую часть ответа. Я возьму для этого, естественно, оригинальную версию. Далее Билл Вильямс отвечает следующим образом. Мы предпочитаем работать с каждым клиентом индивидуально, основываясь на его размере счета и целях данного человека. Это тоже надо учитывать. Этот подход нужно адаптировать непосредственно под себя. Не нужно думать о том, что если здесь говорится о том, что не используется больше половины счета, то это для вас может быть много. Вот в чем вопрос. Это зависит от вашего риск-профиля. Но пока вы, допустим, на этапе обучения, вам нужно в первую очередь отработать навыки. В этой книге, на мой взгляд, просто об этом не рассказано. О том, что вы должны отработать навыки. Хотя в одном из ответов на вопросы, как трейдеру вернуться к торговле после серии убыточных сделок. И вот здесь в ответе написано, что человек должен быть последователен, прежде чем он перейдет к успешной торговле. То есть не бросаться сразу во все тяжкие и начинать снова торговать, как вы до этого торговали. Нужно сделать какие-то выводы, если вы ушли в какую-то просадку. И только после этого постепенно, по одной, по две сделки, уже сниженным объемом начинать работать. Вот это важно. Еще один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что Билл Вильямс, когда говорит о половине суммы счета, он имеет в виду, что вы работаете на рынке только своими деньгами, без кредитного плеча. В своей книге он писал про биржевые рынки, то есть про фьючерсы, про рынки акций, где нет плеча. У меня при этом тоже есть свой риск менеджмент. Он подходит именно моему риск профи и основан на моих индивидуальных особенностях. И когда я говорю про 0,2% риска, я говорю про 0,2% риска на начальном этапе, когда я выхожу в серию прибыльных сделок, я увеличиваю каждый месяц риск на 0,1%. Также, что касается индивидуального стиля торговли, вы можете об этом узнать из интервью Билла и Джастин Вильямс, которые они давали журналу Stacks & Commodities в 2008 году. Перевод этого интервью есть на моем сайте в разделе «Блог». Из этого интервью вы поймете, как торговал Билл Вильямс, то есть он торговал только дневные графики, уделяя рынку 15 минут в день, и как торгует Джастин Вильямс, потому что она фулл-тайм трейдер, и она торгует внутри дня. Соответственно, это разные подходы. Нужно понимать, что данные методы, их нужно обязательно адаптировать под себя, под свою психологию, под свою индивидуальность. Это очень-очень важно. Если еще будут какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте в комментариях под видео. Ответ будет в следующем видео. Теперь мы перейдем непосредственно к обзору финансовых инструментов. Каких-то вопросов по финансовым инструментам не было, и я буду делать свой обычный плановый обзор. Итак, давайте начнем с евро-доллара. Что у нас здесь происходит? Как видите, мы снова идем по тренду, и в данном случае, пока у меня здесь не было каких-то серьезных сделок, вот этот сигнал здесь я пропустил, и видим, что отсюда пошло хорошее движение. Оно могло отработаться 15 к 100, ну, один примерно к 10, к 169. Нисходящий тренд по евро-доллару, на мой взгляд, продолжается. Здесь возможны дальше продажи с отката. Пока их нет, внутри дня лучше здесь ничего не делать. Этот рынок, на мой субъективный взгляд, он не подходит для внутридневной торговли. Британский фунт. Давайте обратим внимание на то, о чем мы до этого с вами говорили еще две недели назад. О том, что, вероятнее всего, здесь у нас сложная волна B, после которой мы говорили про вероятную волну C. В данном случае, скорее всего, она уже развивается, она обновила минимум предыдущей волны A. И, на мой взгляд, она не закончена. Здесь есть бар с верхним закрытием, и, возможно, отсюда пойдет движение вверх. Но, пока у меня не будет подтверждения, я не буду заходить. Потому что, если я вот перехожу на 4-х часовой график, здесь, соответственно, нет дивергенции. Соответственно, здесь у меня нет подтверждения того, что внутри вот этой волны C, 1, 2, 3, 4, не было еще пятой волны, на мой взгляд. Поэтому, никакие сигналы здесь на покупку не смотрю. Идем дальше. Швейцарский франк. Вот этот сигнал я брал в работу, я уже отсюда вышел, потому что этот рынок, он не подходит для длительного удержания позиции. Это тоже надо понимать. И в данном случае тут двоякая картина, вообще сложный инструмент для торговли. И тут может быть очередной ABC паттерн с дальнейшим обновлением минимума. Поэтому, пока здесь знак вопроса, и пока я стою вне рынка и наблюдаю за развитием этой ситуации. Потому что, может еще вот такая история быть, 1, 2, 3, 4, 5. Я торгую от четкого паттерна, когда он подтвержден. Здесь его в данной ситуации нет. Поэтому, я эту ситуацию просто беру и пропускаю. И слежу за какими-то другими инструментами, где есть вероятность появления каких-то больших возможностей. Идем дальше. Берем иену. На неделе видим параллельный рынок. Это говорит о чем? О том, что есть больше вероятности идти вверх, чем вниз. Соответственно, внутри мы видим достаточно сложный рынок. Я его называю возвратно-откатный рынок, где достаточно тяжело торговать. В этом случае здесь тоже нет смысла рассматривать каких-то долгосрочных, среднесрочных позиций. Можно работать, конечно же, внутри дня, если там есть сигналы. Но в текущей ситуации я бы больше присмотрелся к вероятности коррекции вот этого восходящего импульса. Где-то вот примерно в этот район, 109.40. И оттуда уже бы рассмотрел ситуации на покупку. Пока их нет. Я просто остаюсь не рынка. Потому что в данном случае мы видим сложную коррекцию и нет четкого паттерна для торговли. Идем дальше. Австралийский доллар. На недельном графике мы видим, что мы подошли к минимумам, от которых мы отбивались где-то примерно в середине прошлого года. А еще и в сентябре. Но вот снова начинаем от этих минимумов отбиваться. На мой взгляд, здесь может быть продолжение тенденции вниз. Я рассматриваю очередную коррекцию с дальнейшим движением вниз. Поэтому та волна импульсная, которая вниз была, вполне возможно, что это первая в развитии какого-то нового нисходящего импульса. При условии, что не будет смены тренда. Я наблюдаю за вот этим откатом. И от этого отката буду наблюдать возможности завершения коррекции и сигналы на продажу. Которые могут прийти именно в среднесрочном диапазоне. А в среднесрочной торговле она мне больше нравится, чем внутридневная. Идем дальше. Во внутридневной картине рынка я вижу, что здесь развивается паттерн 5-ти волновой. Но скорее всего, это 1, 2, 3, 4, 5. Вот дивергенция. Скорее всего, это формируется только волна А. Если рассматривать какие-то внутридневные точки входа, я бы подождал завершения этой волны. Коррекцию ее в виде волны B и точки входа на покупку. Где-то вот в район вот этого предыдущего максимума. А отсюда я бы уже посмотрел продажи. Если не будет торговых возможностей на покупку, значит я эту ситуацию просто буду пропускать. И буду рассматривать точки входа в шорт. Где-то вот примерно из этой зоны, из зоны предыдущей коррекции. Идем дальше. Новозеландский доллар. По всей видимости, также тенденция у нас на недельном графике не поменялась. Здесь также идет развитие вниз. И мы видим достаточно сильное движение. Тенденция бы сменилась только после пробоя вот этого максимума. В данном случае этого не произошло. Движения здесь достаточно такие размашистые. И в данном случае это скорее 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. В третьей. И вот развитие идет четвертой волны. Это хорошо видно. В данном случае, если рассматривать точки входа на продажу. Обратите внимание на 38,2 и зону предыдущей коррекции. То есть я бы рассмотрел их вот из этой области. Возможно чуть-чуть повыше. В данном случае развивается волна А. Волны А, Б они не торговые. Торговой является только волна С. И либо вход с волны С в новое движение по тренду. Дальше, что канадский доллар, если рассматривать его с точки зрения недельного графика. Здесь, соответственно, 1, 2, скорее всего, в какой-то пятой волне. Потому что тут завершилась третья, на мой взгляд. И мы можем рассматривать то, что движение вновь возвращается в восходящий тренд. Скорее всего, до этого здесь была А, Б, С коррекция. Сложная волна Б. Соответственно, здесь развитие идет нового импульса. И тут у нас 1, 2, 3. Вероятно, развитие четвертой волны. Куда-то вот в область 38,2 от этой волны 3. Поэтому в данном случае канадец не самый простой инструмент для торговли. Я бы подождал коррекционной волны. И, возможно, там появятся точки входа на покупку. Но я их обычно не мешаю в один портфель с австралийцем и новозеландцем. Выбираю из этого что-то одно. Золото. На мой взгляд, по золоту продолжение тенденции возможно. И это не есть завершение какого-то импульса. Да, мы видим дивергенцию. Но дивергенция, как правило, не является признаком смены тренда. Это только признак затухания импульса. И при удлинении там этих дивергенций может быть приличное количество. В данном случае я рассматриваю золото как сложно торгуемую волну 5. В которой рынок себя ведет вот такими вот возвратно-откатными, возвратно-поступательными движениями. И, соответственно, может быть и вот так. 1, 2, соответственно, развитие там 3 в 5. Поэтому это не есть третья волна. Это сложный рынок. Я бы вообще не рекомендовал здесь что-то рассматривать для торговли. Потому что здесь такая сложная рыночная картина. И очень возможны там дальнейшие какие-то вот такие же возвратно-откатные движения. И вот в данной фазе рынок очень сложно торговать. Смену тренда я бы стал рассматривать только после пробоя вот этого минимума. И дальше уже закрепления за ним. Пока этого не произошло. Есть еще вероятность А, Б и С. И, возможно, если здесь пройдет какой-то 5-волновой паттерн, возможно, отсюда снова придут покупки. Серебро здесь также сложный рынок. И здесь можно говорить о том, что вот это А, Б и С. Также можем дойти до этого минимума, где-то 16-58. И отсюда уже пойти вверх. Поэтому пока я бы тоже не советовал здесь особо как-то что-то совершать. Здесь нет ясной картины. Я лично предпочитаю те рынки, где есть понятная, хорошо читаемая ситуация. S&P у нас снова идет по тренду. В данном случае у нас новый импульс в продолжении тенденции. Здесь, возможно, были входы с отката. Также, возможно, была внутридневная торговля. Вот здесь был хороший сигнал. Примерно 1 к 12 он отработался. Дальше тут снова входы по тренду. Идет удлинение, характерное для индексов. Биткоин у нас также идет удлинение. Но, на мой взгляд, может быть, знаете, какая картина. Вот сейчас покажу, как я это вижу. То есть вот эти вот движения, скорее всего, они повторяются. И по всей видимости, они повторяются просто с уменьшением. То есть и в данном случае мы видим что-то похожее. И можем пойти вот в какой-то треугольник, скорее всего, в недельном графике. Поэтому, да, здесь можно внутри дня рассматривать пока что покупки. Тут параллельный рынок. Несмотря на эти дивергенции, тут идет удлинение, естественно. Все точки входа, которые были с откатов, их можно было брать в покупку. И нефть. На мой взгляд, опять же, здесь это А, сложная волна B, волна C развивается куда-то вот сюда. Это первая, по всей вероятности, вторая. Новые покупки, я думаю, что могут прийти где-то от 46.97, от 47 долларов приблизительно. Ну, либо чуть-чуть слегка пониже. Пока, пока здесь можно оставаться в продажах. Либо рассматривать дальнейшие продажи, несмотря здесь ни на какие дивергенции. Потому что тут идет удлинение по примерно вот такому же типу движениям, который был в волне А. Мы видим, что практически это все повторяется. И импульсные волны от коррекционных, они хорошо отличаются. Непосредственно по характеру, по своей структуре движения. Вопросов по каким-то валютным парам не было. Поэтому на этом я закончу. С вами был Александр Котин. Если вопросы будут по каким-то инструментам, которые вам интересны. Пожалуйста, пишите их в комментариях под видео. И в следующем обзоре, через две недели, я на ваши вопросы отвечу. На этом все. Пока.